здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева сразу хочу сказать подписывайтесь на все мои каналы на телеграм-канал прогулка по допотопной москве в этом фрагменте мы как раз в конце мая у нас прогулка по милюдинскому переулку и мы находимся во дворе дома который рядом с одним интересным раскопом раскопки тот фотографии этого раскопа мне послали вот только что только что вот кто бы знал кто бы знал там буквально полмесяца назад что проходит такой раскоп я показывал этот дом ребят на этом маршруте но никто даже и предположить не мог что там такие вещи откроются благодаря нашим бдительным соратникам через дорогу находится двор тургеневской библиотеки академии живописи вояне мы туда зашли и вот я показывала большой красный дом и рассказывал о том что в этом доме бывал есенин нахулиганил там и так далее но оказывается что во дворе этого дома проходят грандиозные раскопки там собираются делать выставочный зал и говорят что он там вроде как бы был но когда разрыли котлован и благодаря женщине которая живет в доме напротив и смогла с высоты сфотографировать но это просто уникальное казалось бдительную москвичку который я очень благодарна за эту информацию зовут евгения галина здравствуйте по случаю не открытых дверей побывала в российской академии живописи вояне зодчества тут во внутреннем дворике идут строительные работы котлован просто огромных размеров а внутри какие-то старые постройки похоже может быть вам будет интересно конечно интересно давайте посмотрим этот дом было бы интересно и вообще попасть в этот дом мы как раз говорили об этом как было бы интересно попасть в этом дом в этот дом то квартиру где бывал есенин но дело не в этом вот такой раскоп со двора и конечно очевидно что там кирпичная стена вот здесь вот как будто бы проход закрыт его укрепляют но все это кирпич глина красная глина и красный кирпич вот если бы это все раскопали и вот эту глину откопали куда же это идет стена и что там вообще такое вот забивают свои укрепляют укрепляют эту часть но там там что то есть однозначно что то есть и они это прекрасно знают если у них планы или нет трудно сказать но от москвичей скрывают эту информацию потому что таких объектов уже альтернативчики показывали множество все культурный слой то есть вот это глина это культурный слой хотя глина не является культурным слоем как известно любому нормальному здравомыслящему человеку глина не является продуктом жизнедеятельности человека потому что культурный слой это продукты жизнедеятельности человека мусор глина не является продуктом жизнедеятельности человека тем не менее все равно скажут что это культурный слой вот хотелось бы конечно сказать, чтобы как-то это объяснили. Это еще немножко другой ракурт. Такая информация. Благодарю Евгения. Благодарю всех, кто прислает подобные открытия. Это бывает нечасто. Это подарок, когда можно, особенно сверху, потому что часто эти вещи загораживают так, таким образом. Посмотрите, вот забор стоит. Нигде ни щелочки нет. Нигде не подойдешь, не сфотографируешь. Это только можно с какого-то здания вот такие вещи увидеть. Но здания все они перекрыть не могут. Они не могут запретить людям фотографировать. Вот если бы кто-то еще из жителей этих домов, этих окон, этих этажей сфотографировал то, что здесь находят, то, что с этой стороны не видят. Но и на этом спасибо. И на этом спасибо вот еще таинственная подземная Москва. Вот еще один ракурс. То ли прокладывали трубы, то ли сейчас проложили, трудно сказать. Вот прям такой обруч сделали укрепляющий. Красная глина прям здесь. И вот кирпичи. Но, к сожалению, к сожалению, только вот такой и то, и то. Еще раз говорю огромное спасибо за такую находку. Вот здесь вот кирпичи где-то проглядывают. Попробую увеличить. Да. И здесь тоже проглядываются красные кирпичи. То есть вот так вот оно все и шло. Здесь уровень асфальта, уровень дороги. Окна у нас уходят в землю туда, куда-то уходят. Вот что здесь было. Эти окна тоже уходят в уровень земли. Вот туда. Что если бы это все откопать, мы бы увидели полноценную картину этого дома, который стоит на еще более старых стенах. И если бы здесь тоже посмотреть, что там в этих старых стенах, конечно, ну, я не знаю, знают оли, не знают. Рабочие, может быть, вообще не парятся на эту тему. Я знаю, что многие люди смотрят и не видят. Имеют глаза, но не видят того, что это что-то необычное, что-то, ну, непонятное. Вот такой очередной раскоп. Прямо в центре Москвы, недалеко от чистых прудов. Мясницкая улица. Конечно, она вся под засыпом, под закопом. Вся Москва под засыпом, под закопом. И вот иногда открываются такие вещи. Так, надеюсь, вам было интересно. Новая такая сенсация. Очередная подопотопная Москве. Самое главное, что мы действительно находились буквально в несколько метров от этого места. Но мы бы и знать не знали, потому что мы находимся на вот этом уровне. Когда смотрим здание, мы можем смотреть только вверх, что-то поверх заборов, вот таких вот закрытых, вот этих ограждений. И только из окон, из окон можно что-то увидеть. Из окон рядом стоящих зданий. Но, насколько я понимаю, вот этот внутренний двор и вот этот дом, который видно. Съемка велась где-то из этого корпуса. Сюда дом живописи и ваяния. Сюда приходил Есенин. А вот здесь бывал Ленин с Надеждой Константиновной Крупской. Потому что здесь какое-то время жила или училась дочи Несси Армант. Так вот, что у нас здесь есть. Да, вот по всей видимости, раскопы. Здесь вот заходят на... Где машины стоят на стоянку. Вот как-то вот так вот он идет, этот раскоп, насколько я понимаю. Прямо близко-близко к дому. Так вот он идет, вот ворачивает. Здесь ничего нет. Никакого раскопа с нее съемки были до этого. Просто переход. Вообще ничего нет. Возможно, здесь какое-то здание стояло. Благодарю Евгения. Благодарю всех, кто посмотрел это видео. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал. Следующая прогулка 24 июня и следующая 8 июля. Места остается немного. Торопитесь. Здесь у нас очень-очень интересно. Благодарю за внимание. С вами была Галина Кунышева. До свидания.